Как быть, если у тебя не хватает терпения? Да, зачастую это действительно такая проблема в нашей бытовой жизни. Но вот есть такой хороший принцип. Все, что с нами случается, происходит всего лишь небольшое количество раз. Обычно мы думаем, что нам придется терпеть бесконечно. Из-за этого у нас не хватает терпения, мы думаем, что нам не хватит сил все понести. Но спустя какое-то время мы видим, что это все прошло, миновало, и напрасно мы выходили из себя. Да. Вот Священное Писание дает нам подсказку, как правильно относиться к таким ситуациям, когда, допустим, с соседями возникают конфликты или внутрисемейные, и мы вспыхиваем, готовы крушить все подряд. У нас нет терпения. Апостол Иаков говорит нам следующее. «С великую радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». То есть, прежде всего, нужно принять эти ситуации и принять их с радостью, потому что эти ситуации подаются нам от Бога и подаются нам для нашего духовного возрастания. Вот когда ученик приходит в школу, то учитель дает ему какой-то урок. Если бы урок был легким, то какой смысл в учебе, когда все просто так дается? И весь смысл в учебе заключается в том, что уроки даются трудные, над которыми приходится ломать голову, предпринимать какие-то усилия, думать, иногда ошибаться в своих ответах. Но посредством этого совершается становление. Человек из ребенка вырастает взрослый муж. И то же самое происходит в нашей духовной жизни, когда Господь подает нам постоянно какие-то уроки, которые поначалу трудно принять. Но хотя бы поймем, что это именно ситуации от Бога. И для того, чтобы их правильно принять, нужно перестать роптать. Нужно постараться увидеть, а вот что я конкретно должен вынести из сложившихся ситуаций. И апостол Иаков призывает нас относиться к этому с радостью. То есть, как только возникли неприятные какие-то обстоятельства, мы прежде всего скажем «Слава Тебе, Господи, что Ты попустил мне пройти через это». И постараемся с молитвой явить как раз то самое терпение, которого нам не хватает. Ну и постараемся, конечно же, молиться Господу. Ибо вот у апостола Павла есть такие строки, что «Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение». Не просто терпение, а долготерпение. Это плод духовный, который появляется на определенном этапе твоего жизненного пути. Продолжение следует...